В Террасполе начался зимний кубок шерифа. Это самый большой международный детский турнир в нашей стране. Ожидается приезд 140 команд из четырех стран. После пандемии столько детей и футболистов приезжает к нам впервые. Многие едут из маленьких городков и сел и впервые сыграют на настоящих травяных газонах. Для детей это важно. К тому же все они знают. На этом спорткомплексе играли звезды мирового футбола. Некоторым участникам особенно повезет. Они попадут на матч Лиги Европы. Эмоции зимнего кубка шерифа в сюжете Александры Гашицкой. Турнир начался. Первые матчи уже прошли. Были и слезы, и радость побед. Сейчас на открытых футбольных полях одновременно проходят игры у 12 команд. Здесь соревнуются дети 6, 7 и 11 лет. И пусть они маленького роста, цели у них большие. Никто не приехал сюда просто ради участия. Всем нужна победа. Я считаю, что победим. Я нормально бегаю, поэтому я полагаюсь на скорость и свой дриблинг. Мы пришли только побеждать. Если бы у нас была другая цель, мы даже не пришли. Шериф Тирасполь, Винтеркап, дом и дождь. Это видео накануне турнира прислал тренер команды Петро Лул из Румынии. А один из организаторов турнира Тудор Бижан показал его нам. Ну вот они говорят, здравствуй, Молдова, здравствуй, Тирасполь. Мы едем на турнир «Жди нас, Шериф Винтеркап 2023». Мы ждем к вам и скандируют имя своего клуба «Петро Лу Плэйс». Молодцы, красавчики. Но они заряжены. Посмотрите, насколько они ждут это событие. Пока ребята были в пути, в Академии футбола заканчивали последние приготовления. Вот номер, в который заселится как раз эта команда. В каждом номере есть санузел, холодильник, кондиционер. Все для проживания наших гостей. Все уже готово. Уже, в принципе, детки могут приехать. Сегодня заезжает на второй этаж Румыния, поэтому мы их ждем уже с нетерпением. В этих номерах жить будут не только участники, но и те, кто их сопровождает. Самые маленькие футболисты приедут с родителями. Были такие случаи, когда приезжают малыши, кто-то не может без мамы, вот, например. И они снимали номер на двоих, и тоже было комфортно. Поверьте моему слову, не везде можешь найти такое. Потому что я ездил по турнирам с сыном, и я знаю, что папа может спать на пятом этаже, мальчик на первом. Или один в один корпус, другой в дом в другом корпусе. Номера посмотрели, заглянем и на кухню. Идемте посмотрим, что готовят юным футболистам. Гостей мы будем кормить, естественно, начнем с закуски. Это будет у них салат овощной, свежих овощей, помидоры, огурцы. Гарнир – это у нас будет паста с сыром. Мясное запеченная голень. Курица. Будет также и выпечка у них. Это сочник. Зимний Кубок Шерифа – это международный детский турнир, который будет длиться целый месяц. В Тирасполь приедут 142 команды из Румынии, Молдовы, Украины и, конечно, Приднестровья. Румыния? Петролу? Я открыл для себя, что у вас в Тирасполе очень-очень прекрасный комплекс. Он хорош и для Румынии, и для другого региона. Воспитанники футбольной академии Шериф к своим полям привыкли. Но для многих участников этого турнира играть здесь – это еще про возможность играть на ровном поле, без луж и ям. Понять и ощутить, что такое настоящий газон, правильная разметка. Кроме того, играют в этом турнире уже по взрослым правилам, по правилам УИФА. С самого начала турнира мы говорим, что мы ставим акцент на то, чтобы этот турнир был по-серьезному. На большинство турнирах вот этого возраста, 2016-2017, дети мяч выбивают в поле. Когда аут, они выбивают ногой. Почему? Оно считается, что типа они еще маленькие. Нет, вот у нас на турнире они мяч будут бросать, как взрослые дяденьки, да, руками. Таким преданным фанатам, как у этих ребят, могут позавидовать самые звездные игроки. Только гляньте, как радуется победе папа-футболистам. Но пока одни радуются, другие горюют. Футбол учит смиряться и с поражением. Привет. Ты расстроена или мне кажется? А что расстроена? Даня, молодец, Даня, молодец. Проигрываем. С каким счетом? Даня, молодец, вы терпите. А почему так вот все вышло, как ты думаешь? Потому что... Даня, поднимай уже. Они все борются. Ну все, не расстраивайся. Что это вообще такое, быть мамой маленького... Это постоянная погоня на игры, это постоянная беги, не стой, питание, кушай, ложись, дисциплина. Это постоянная работа. Он не хочет бросить, не говорит, мам, я устал, я вообще хочу... Нет, он за футбол готов отдать все. У нас условия, если уж плохо учиться, перестанешь ходить на футбол. И все, и вопрос с учебой решен. Непобедимый, живи, 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 поехали! Любой ребеночек, мальчуган, что придет, он отдаст все на этих полях, чтобы его заметили. И чтобы он показал своим родителям, вот кто я такой, своему тренеру. В футбол играют настоящие мужчины, мальчишки и девчонки тоже. Знакомьтесь, это Галя, ей 8 лет. И она правый полузащитник в рыбницкой команде «Искра». Я вообще не играю в футбол. А во что играешь? Кто тебя, ой, по-другому! Оказывается, по правилам турнира это допустимо с условием. Девочка должна быть на год старше других игроков. Как мальчишки в команде относятся к единственной девочке? Нормально. У моего старшего брата в группе они не понимают, что девочка и шоки. Если в физическом плане говорить, то девочка не уступает. Если в техническом, девочки чуть-чуть хуже мальчиков. Хотя в этом возрасте они даже превосходят некоторых матчей. А в чем сила вашей девочки? Ну, думаю, она не боится играть, не боится ошибаться. И ей не страшно играть с мальчиками или с девочками. В принципе, без разницы. Она просто хочет играть в футбол и получать удовольствие. Футбольный праздник «Шериф Винтерка» будет длиться месяц. Матчи будут идти каждую неделю с пятницы по воскресенье вплоть до середины декабря. Ожидается, что за это время в Тирасполь приедет более 5000 юных футболистов, тренеров и болельщиков. Матчи проходят на открытых тренировочных полях. Но участники зимнего кубка обязательно попадут и на главную арену. Но для них очень важно увидеть поле, на котором играли звезды мирового футбола. Это игроки Реала, Ромы и команды Индра. А участникам следующего заезда зимнего кубка повезет особенно. Они смогут попасть на матч Лиги Европы, на игру «Шериф в славе». А на матч Лиги Европы попадут детки. Это тоже будут бесплатные места для них выделены? Да, мы сделаем от организаторов турнира. Мы сделаем это всем бесплатно. Они знают уже об этом? Они еще не знают. Это будет сюрприз. Но и без него на тренировочных полях спорткомплекса идет настоящий фестиваль. Детский футбол дарит самые искренние эмоции. Приходите и посмотрите сами. Александра Гашицкая, Данила Кузьменко и Дмитрий Редькович. Отражение.